Гибель 14 российских моряков на глубоководном аппарате в Баренцевом море не оставила равнодушными иностранных журналистов. Новость о пожаре на русской подлодке была одной из ведущих во многих западных изданиях. Британская газета «Таймс». Шпионская подводная лодка была ключом в стремлении Путина к Арктике. С таким заголовком английская «Таймс» опубликовала материал об аварии в Баренцевом море. Российских подводников издание окрестило глубоководным спецназом, элитным подразделением офицеров, сотрудниками совершенно секретной подводной разведывательной службы. В их задачи входит гидрографическое построение, пишет газета. Автор полагает, что авария произошла на секретной подводной лодке АЭС-12. Британский таблоид «Дели Миррор». Издание одним из первых опубликовало фотографии двух офицеров, которые погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море. На странице таблоида поместили изображения капитанов первого ранга Дениса Долонского и Андрея Воскресенского. «Дели Миррор» сообщил, что российские моряки пожертвовали своими жизнями и заблокировали горящий отсек подводной лодки, чтобы спасти остальных членов экипажа и сам аппарат. Американский журнал «Вашингтон Экзаменер». О героизме российских подводников рассказали также за океаном. Журналист Том Роган назвал свой материал «Почему все подводники будут скорбить о российских моряках». Мировое сообщество гидронавтов особенно, пишет Роган. Это элита, состоящая из матросов и отважных командиров. И все подводники знают, насколько они уязвимы. Риск смерти постоянно перед глазами, пишет «Вашингтон Экзаменер». Российский экипаж, как и экипажи других субмарин, типа американской лодки Джимми Картер, выполнял задачи по сбору важной информации, для чего приходилось подбираться близко к укреплениям противника. Это элиты из элит, поэтому между всеми подводниками, как друзьями, так и противниками, существует особая связь. Американские моряки будут скорбеть об этих 14 россиянах, передает Роган. Американское издание «The Drive». Военный обозреватель и автор публикации Джозеф Тревитик напомнил, что сверхсекретный российский глубоководный аппарат, на котором произошел пожар, неоднократно вызывал тревогу Пентагона. Американские военные докладывали, что такие подлодки позволяют русским проводить спецоперации на экстремальных глубинах. Например, пишет Тревитик, ставить закладки на кабелях связи, которые проложены по морскому дну. Немецкий журнал «Шпигель». Немцы также обеспокоены возможностями российских подлодок. Журналист Кристоф Зайдлер пишет, что судно, на котором произошла трагедия, создано для проведения спецопераций. Интернет-связь между Европой и США налажена по 20 стекловолоконным кабелям. НАТО давно обеспокоены тем, что российские подлодки регулярно появляются вблизи этих важных каналов передачи данных, отмечает автор публикации. Опасность очевидна, ведь тот, кто может добраться до цифровых артерий, способен нанести миллиардный экономический ущерб, указывает издание. «Шпигель» полагает, что, вероятно, пожар произошел на подводной лодке типа АЭС-12, именуемой «Лошарик». Британское Reuters. Информационное агентство опубликовало отчеты об уровне загрязнения в Баренцевом море после аварии на российской подлодке. Англичане обратились к директору Норвежского агентства по ядерной и радиационной безопасности Перу Стрэнду, который подтвердил, что в акватории признаков загрязнения не обнаружено. С резкой критикой Москвы выступили британская телерадиокомпания BBC и американская ABC. Так, обозреватель из Англии Сара Рейнсфорд не согласна с заявлениями российского Минобороны об аварии на подводной лодке. А журналисты из ABC заявили, что глубоководный аппарат в Баренцевом море занимался разведкой, но подтвердить это фактами не смогли. Мы очень знать хотим очень многое, и мы его никогда, возможно, никогда мы не узнаем, что на самом деле произошло. Подводный корабль, секретный. Если вы спросите, какую миссию он упивал, вам ответят, научно-исследовательскую миссию. Мы исследовали рельеф дна, исследовали течение, где дно Баренцева моря углубилось, где оно помельчало. Ну, в общем-то, ответ один. Корабль решал с экипажем научно-исследовательские задачи. Вы не верите мне, улыбаетесь, но я ответил на ваш вопрос. А вот член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков, высказал следующее мнение. Давайте его послушаем. 14 погибших, четверо выживали. Там у них ожоги, там, ну, серьезные ожоги. Но жизни пока, к счастью, уже не огражает. Один из них гражданский. В общем, экипаж, экипаж тоже закрытая информация, но там были гражданские лица, были исследователи, там было больше народа. Чем положено быть экипажем. Взяли люди, от балды совершенно, взяли люди, значит, данные по лошарику. Вот решили почему-то, что это лошарик АС-12. И в интернете есть и сам экипаж 20 человек. На это не лошарик. Это была не атомная подводная лодка. Это был совершенно другой аппарат. Что ответите? Я абсолютно согласен с Ивковым. Это уже официальные данные, подтвержденные очень авторитетными источниками Министерства обороны, о том, что действительно на борту находилась, кроме экипажа, научная группа из 5 человек. Точка. Все, что я могу добавить по этому вопросу. По поводу названия самого корабля, ну, действительно, возникло некое разночтение с его классификацией. По последним данным все-таки говорят, что это АС-31, то есть это некая модификация АС-12, которая тоже почему-то называется лошариком. На самом деле, в пользу того, что это действительно АС-31, говорит появившиеся сегодня фотографии всех 14 погибших на стенде. Очевидно, это либо по месту службы, либо где-то еще, где их знают 14 фотографий погибших моряков. И внизу надпись траурная, в которой четко указывается, что это экипаж глубоководного аппарата АС-31. Если это, конечно, не какой-то вброс и не фейк, если это реальные 14 фотографий реальных людей, я думаю, что вскоре мы сможем в этом убедиться, потому что вот буквально за 5 минут до эфира Министерство обороны опубликовало звание погибших подводников. В результате пожара погибли 7 капитанов первого ранга, 2 из которых герои России, 3 капитана второго ранга, 2 капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. И Минобороны подчеркивают, что в ближайшее время будет опубликован полный список всех погибших, чтобы не было никаких разночтений, инсинуаций, чтобы родственников там лишний раз не дергали. Вот все-таки Минобороны пошло на этот, наверное, беспрецедентный шаг, потому что мы помним, что после любой вот такой крупной трагедии, связанной с Министерством обороны, очень неохотно они выдают информацию о погибших, это там и с самолетами упавшими связано, и так далее, и так далее. Но вот здесь вот впервые такая, ну, насколько можно открытость проявляется со стороны Минобороны. Чем это вызвано, Виктор Николаевич? Почему вы решили пойти на этот шаг? С чем это связано? Для того, чтобы, может быть, какие-то разнотолки, разночтения все-таки вывести из информационного поля, потому что их очень много. Безусловно, когда нашему обществу не хватается информации, начинается социалистическое соревнование в изобретении сказок. Такой, вы знаете, конкурс имени Барона Мюнхгаузена. Министерство обороны просто работает на опережение, чтобы заоткрыть рот тем, кто будет спекулировать на этой трагедии. Если говорить о составе экипажа, на это тоже обращали внимание, это настоящая элита, и сейчас это уже не тайна, не секрет. Сейчас об этом и Сергей Шойгу сказал, и о том, что получат самые высокие государственные награды погибшие моряки. С чем связана такая концентрация таких специалистов? Я сегодня задавал этот вопрос и получил в лоб очень звонкий ответ. Виктор Николаевич, вы знаете, что на борту этого корабля находится сложнейшая аппаратура, которая даже доктору технических наук не всегда может поддаться. Так мне сказали, что хотите, чтобы там юные контрактники были или нет? Это, по сути, надо говорить еще в другом аспекте. В экипаже было очень много ученых, ученых, которые занимаются научными исследователями, о чем, собственно, говорит и название этого корабля. Научно-исследовательское судно. Это, по сути, как сказал одинаковый товарищ, ну, будем верить в это, что это, по сути, подводная археология. Это нужно для того, чтобы, ну, это важно очень для чего? Потому что морское дно постоянно меняется. Надо на карты наносить, где там глубины изменились, где банки появились. Потому что ходят в том же Баренцево море наши подводные лодки. И командир, который идет на определенной глубине, он должен знать, сколько под ним воды, чтобы винтами там не зачерпнуть. Ну, хотя бы так, примитивно вам просто говорю, вот эти люди, они делают благородное дело, они, в общем-то, обезопасывают, дают такие данные, которыми постоянно пользуются не только подводники, но и командиры экипажа надводных кораблей. Да, но, тем не менее, помимо уникального оборудования, насколько мы понимаем, это же все-таки атомная подводная лодка. Нет? Или я ошибаюсь? Поправьте меня, если это не так. Я верю доктору наук, который сегодня выступал у нас и говорил, да, он много послужил на флоте, он знает, я, как говорится, избегу ответа на этот вопрос. Хорошо, но тогда опять же, да, будем руководствоваться той информацией, которая прозвучала конкретно от министра обороны Сергея Шойгу, который сказал, что моряки проявили настоящий героизм, когда спасли гражданского ценой своих жизней. Это прозвучало от министра обороны, то есть это не досужие домыслы, да? Да, кстати, Министерство обороны, опять же, видимо, в рамках беспрецедентной открытости назвало имя этого подводника, который вытолкал, видимо, гражданского из горящего отсека. Это капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, он сам родом из Брянской области, женат, двое детей и жена сейчас беременна третьим ребенком, то есть он вытолкал этого гражданского промышленника, задравил за ним отсек и продолжил вместе с оставшимися своими сослуживцами бороться за живучесть корабля. Но, видимо, вот как Сергей Кужегеточ сегодня произнес эту фразу, объемный пожар, то есть это, видимо, какое-то моментальное такое действие, очень быстрое, когда среагировать практически невозможно. И если штатные системы пожаротушения не смогли справиться, хотя должны были бы с огнем, то, видимо, это было что-то такое катастрофическое, что нельзя уже было предотвратить. Но, тем не менее, они продолжали бороться и позволили тем самым выжившему экипажу поднять корабль на поверхность, после чего он был, насколько я понимаю, отбуксирован в североморскую базу. Да, но если мы опять придерживаемся версии, что это АС-31, то это тот тип подводных судов, который разрабатывался еще уж, простите меня, в 80-х годах прошлого века. Этот спущен на воду, насколько я понимаю, в 2003 году, если не врут открытые источники, опять же, я могу судить только по тому, что, по справочной литературе, которую за эти два дня вычитал, то все-таки это корабль с атомной установкой. Я бы отметил, что вчера с интересным заявлением выступило, я не помню, как это правильно называется, Норвежское агентство по радиационной безопасности. Вот они сказали, что Российская Минобороны в установленном порядке проинформировала их об аварии. Не о каких взрывах, а просто вот об аварии на подводном аппарате. После чего все соответствующие норвежские службы проверили уровень радиации, уровень загрязнения, вот все, что нужно было сделать по экологической части, они сделали. И сказали, что никаких выбросов, никаких взрывов зафиксировано не было, никаких выбросов каких-то вредных веществ, и уж тем более радиации, тоже они не обнаружили. Но все-таки я продолжу вот этот вопрос, объясню, с чем связан он. Дело в том, что мы как-то привыкли, что если что-то было произведено в 90-е годы, даже пусть пущено на ауду в 2003 году, но все равно, как вы понимаете, временной слот достаточно большой. И насколько современным технически было это судно, то есть можем ли мы говорить о том, что это действительно какие-то новейшие модификации, там предусмотрена какая-то новейшая система безопасности. То есть, простите меня, может быть, я сейчас говорю обывательским языком, не было ли это ржавым корытом? Этому кораблю 16 лет, действительно, он спущен на воду был или принят в боевой строй, действительно, в 2003 году. Сегодня один из уважаемых источников в генеральном штабе сказал, что его нельзя отнести к современным кораблям научно-исследовательского типа, с которым мы имеем. Он остался с тем оборудованием, которое было, с этим он вышел в море на задание. Никаких разговоров о том, что это супер-пупер современное оружие, вернее, извините, оружия там никакого нет, техника, это не имеет отношения к действительности. Но, тем не менее, Сергей Шойгу сказал, что этот корабль представляет особую ценность и, конечно, требуется его восстановление. Если он делает такую работу, благородную, скажем, то, конечно, он особую ценность представляет. Эти фейковые новости, они, как правило, сопровождают любое ЧП, любой теракт, катастрофу. Последние годы, особенно начиная с 2014 года, когда к распространению этих фейков активно присоединились наши соседи из некогда дружественной страны, где сейчас работают совместно с украинскими специалистами британские специалисты, это, я говорю, о 72-м центре информационно-психологических операций, сил специальных операций Украины, которые занимались вбросами фейк-фей в Магнитогорске и Зимней Вишни, и сейчас вот на наводнении там власть все скрывает. То есть, это реакция вот этих людей очень просто узнать по одинаковым постам в соцсетях, и про взрыв вот они распространяли, и про загрязнение радиационное в Североморске, срочно закупайте йод. Ну, вот уже проскакивают такие сообщения о том, что в гибели наших моряков причастны натовские военные, потому что, оказывается, НАТО проводит учения в эти дни. Я полез смотреть, действительно, проводятся учения, называются «Стремительный мангуст», натовские учения, и причем противолодочные, то есть направлены на борьбу с подводными лодками. Но начались они уже после ЧП с нашим кораблем, в учениях, к слову, там принимают участие и Германия, и Великобритания, и США, в том числе, там, корабли первой постоянной военной морской группы США с томогавками. Но надо понимать, что вот этот аппарат, если это он, о чем мы говорим, он не может выполнять функции какие-то вот разведывательные, да, следить там за чужим флотом. У него скорость шесть узлов, ну, какая слежка, какая разведка с такой скоростью? У него совершенно другие задачи, поэтому, ну, достаточно сложно предположить, что он полез там что-то куда-то шпионить на учениях, хотя его чем-то, значит, задели. Вот, тем более, что эти учения проводятся в районе Северной Норвегии, что достаточно далековато от российских территориальных вод, а если мы опираемся на официальные сообщения, то ЧП произошло именно в российских территориальных водах на одном из полигонов Северного флота. Я хочу добавить, что в условиях информационной войны всякие пакости по поводу этого ЧП подбрасывают нам не только иностранные спецорганы, скажем так, на этом очень серьезно спекулирует и наша, так называемая, несистемная оппозиция. Вы, конечно, Лена, помните, когда случилась трагедия с Курском, то там появилась байка о том, что его, в общем-то, поразила атомная подводная лодка американская Толедо, да? Эту версию даже до сих пор сейчас вот мусолят. И что сейчас мы видим? Мы видим сейчас, что начинает разыгрываться и такой же вариант, что это бабахнуло кто-то, какой-то там подводный корабль, НАТО, который, в общем-то, там находится в этом районе. Ну и еще, меня сейчас поражает, и, видимо, я не знаю, что с этим делать, но меня больше всего поражает, что в наших некоторых СМИ, в том числе и оплачиваемым государством, появляются, например, такие радостные восклицания. О, а Путин там 118 угробил, а тут 14 угробил. Вот такое оно состояние нашего военно-морского флота. Вы видите, наше информационное поле уже дошло до того, что мы скоро будем радоваться бородавке на носу у собственной матери. И мне кажется, что вот сейчас это тоже проявляется. Целый ряд средств массовой информации запускает байки, и самое отвратительное, что все это политизируется. Так или иначе, но все выводится на Кремль, на Минобороны, то есть бьют снова по опоре нашей государственности, бьют по армии. Ничего нового нет. Вот сегодня я вел военное ревью, опять раздаются призывы Виктора Николаевича, что будем делать, ведь дальше так существовать нельзя. Ну, вы знаете, не вызовешь же на ковер главного редактора там новой газеты «Леха Москвы» и скажешь, что надо писать вот так. Они просто пошлют по известному адресу. Да, демократия, демократия. Ну, они вам скажут, не давайте повода, и мы, собственно, не будем такими. Ну, и тут, а дальше мы эти все песни знаем, вплоть до припева, конечно. Но, тем не менее, ведь трагедия произошла. Действительно, ситуация была не штатная. Казалось бы, ну, представим, да, если такой состав людей, которые находились на этом корабле, такой уровень военных, это значит, что там должны быть проработаны, ну, наверное, идеальные меры безопасности, или ничего идеального в жизни не бывает? Ну, это техника. Люди действительно уникальны. Там представители военных династий. Там, насколько я знаю, погибли два сына адмиралов. У нас была, по-моему, Зачеченскую войну, Виктор Николаевич, меня поправят, погибли дети семерых генералов, если я не ошибаюсь. Пятерых. Пятерых. Пятерых, да. Вот, то есть, это вот некое продолжение таких воинских традиций, когда, ну, отцы не устраивают своих сыновей на тепленькие местечки, там, куда-нибудь в штабе, где-то бумажки перекладывать и дачку где-нибудь себе строить в Подмосковье. А люди занимаются опасной, сложной работой, для которой требуется определенная подготовка, требуется опыт, требуется знания, в том числе академические, да. Понятно, что это такие специалисты уникальные и штучные. Кстати, один из героев России, который погиб, оказался тоже сыном героя России, причем его отец в свое время командовал вот теми самыми подразделениями, которые занимались научно-исследовательской деятельностью на больших глубинах. Но, тем не менее, вот все-таки нужно понимать, что, наверное, должны быть просчитаны абсолютно все ситуации, или на такого уровня и такой оснащенности в научных судах это невозможно сделать. То есть, как ликвидировать эти последствия, как минимизировать количество жертв, как это сделать. Вот, вы знаете, мы сегодня уже давали в нашем эфире, я просто хочу еще раз дать нашему радиослушателю возможность услышать, что журналистам комсомолки сообщила вот учительница одного из погибших моряков из Мурманской области. Она отметила, что подводники совершили героический поступок, но просто, вот знаете, без слез это слушать невозможно. Да, да, это хорошее слово. Давайте мы еще раз это услышим. Скажу, что рыдала целый день, потому что это все близкие люди. Я всю жизнь прожила в Олени-Губе, вот, и оттуда, откуда это исследовательское судно. Напишите, что это действительно герои, потому что подводники – это, наверное, самая единственная, наверное, такая профессия, которая спастись невозможно, если не дай бог что. И герои они, потому что не дали развиться пожару не твоей жизнью, а не спасали жизни других. Не открыли свой отсек, сгорели в своем отсеке. Есть такая у них борьба за живучесть, которая предусматривает, если, в общем, вот отсеки закрываются, если в этом отсеке пожар, то члены экипажа, они борются сами. Я только добавлю, спасибо вам, уважаемый учитель, за такие слова, что по предварительным данным все члены экипажа будут представлены к Ордену Мужества. Об этом Шойгу будет докладывать будем. А один, еще один появится в этом экипаже, еще один герой Российской Федерации. И теперь можно говорить, что этот аппарат единственный, пожалуй, в мире, где была достигнута такая высокая концентрация людей, носящих на груди золотые звезды героев Российской Федерации. А что это за порядок действия в таких ситуациях, Саш? Вот что это за... В случае ЧП в любом из отсеков отсек задраивается, и люди, которые остались в нем, борются за живучесть. То есть люди, находящиеся в соседнем отсеке, они не имеют права открывать его, чтобы там попытаться помочь им. То есть они предоставлены сами себе, собственно. Вот таким образом дольше всех жили моряки Курска в девятом отсеке, где старшим был капитан Колесников, который вел дневник. То есть это жестокие, жесткие морские законы, написанные кровью, но иначе нельзя, если бы кто-то попытался их спасти, мог бы погибнуть весь корабль и все люди, которые находились на нем. — Можно я отвечу? — Дорогие. — Баранец, а зачем сколько героев России для научного дна? Не бреши. Дорогие друзья, вот в следе членов экипажа были люди, которые на подводных лодках выполняли уникальные задачи, зачастую рискуя жизнью. Я не брешу, уважаемый 34-й, так, наверное, бы нельзя говорить о покойниках, а тем более о героях Российской Федерации. Которые, возможно, заработали это не вашим трепом, а своим трудом во имя того, чтобы вы жили спокойно. — Ну и говоря сейчас об этой трагедии, все-таки вот мы понимаем, что очень сложно подбирать слова. Да, вот я как раз об этом и хотела сказать. Есть, мы понимаем, действительно, ситуация закрытая. Понятно, что многого мы не знаем, и как сегодня сказал пресс-секретарь президента, и не узнаем, потому что есть государственная тайна, которую нужно сохранять. Тем не менее, действительно, можно ли из этого вынести какие-то уроки, как вы, Виктор Николаевич, сказали? — Я думаю, тут пока два аспекта. Аспектов, конечно, будет много, но, конечно, будет обращено внимание на, как сработала система пожаротушения. И, второе, конечно, возникает вопрос, были индивидуальные средства защиты. Почему? Я задавал этот вопрос. Люди не воспользовались ими, потому что по тем, которые имеют, они должны были 40 минут еще существовать. Говорят, что ураганное развитие пожара было таким мощным, что люди, которые одевали эти маски, они плавились прямо у них на лицах. Вот, видать, действительно, целый день в Мурманске траурное мероприятие. В 12 часов дня прошел митинг у памятника погибшим в мирное время подводникам. Там вложили цветы местные депутаты, глава области и другие официальные лица. Были также, конечно, обычные, простые жители, потому что так или иначе, многие тут связаны с морским, с северным морским флотом. У кого-то там служат знакомые, друзья, дети и так далее. Все тут рядом живут, все друг друга знают. Вечером в 6 часов начались панихиды в храмах. Они не только в Мурманске проходили, но и в Североморске, и в многих других храмах области. Я, в частности, побывала в храме Спаса на воде. Это около монумента погибшим морякам. Он находится. И там была, в общем, такая трогательная панихида. Батюшка прочитал, ну, даже не прочитал, а просто вот сказал, что, представишься, моряки отдали свою жизнь за Родину. Это очень почетно, конечно. Но, естественно, это не отменяет того, что это траурное мероприятие. И были на службе знакомые погибших. Я говорю, что абсолютно засекреченная вся эта трагедия. И вот только сейчас министр обороны Шойгу, он озвучил первое имя официально, хотя неофициально имена погибших были известны. Ну, не всех 14, а четверых моряков были известны утром. Вот у нас есть небольшой синхрон с подругой погибшего моряка. Мы знаем только его имя, Михаил. Она плакала, эта женщина, ее зовут Татьяна Пучкова. Рассказывала, что они вместе учились на Камчатке, еще познакомились в детское время. А потом вот так вот судьба сложилась всей семьей военных, всей семьей моряков. Она оказалась в Североморске. Ее приятель Михаил служил в части. Тут надо понимать, опять же, что специфика такова, что многие части базируются в разных городах России. Но так как слот находится здесь, то командировки моряков, соответственно, в Североморске. И вот она вчера буквально узнала о том, что случилось это ТЮП. Я позвонила своему приятелю, он мне отвечал, и потом она вот через знакомых, друзей, родственников его выяснила, что он погиб. Я не знала, где он служит, знала, что служит, но и где его в какой части нет. Я, в общем, сразу подумала о нем. Стала писать ему сообщение, видела, что последний раз он был в четверг. Конечно, очень ждала, что наконец-то появится эта волшебная галочка рядом с сообщением, что все прочитано, что он ответит наконец-то, но нет. Да, Дина, продолжай. Вы слышите, да, там на заднем фоне звон колоколов, как раз в момент панихиды мне удалось с ней пообщаться. Что касается города Североморск, где все это случилось, туда попасть невозможно. Это закрытый гарнизонный город, пропуска оформляются там в течение месяца, подписываются чуть ли не главнокомандующим, секретный объект. Мне туда побывать не удалось, но все, что около, тут я побывала. Ну, конечно, военные, когда идут на службу, они понимают, и риски огромные, тем более, что подводные лодки – это повышенная опасность. Но, к сожалению, никто не застрахован от таких трагедий. Министр обороны Сергей Шойгу, он сейчас находится также здесь, в Североморске, проводит совещание, все они закрыты, кое-какая информация уже поступает из Министерства обороны. Сергей Кужегетович сказал, что лодка была спасена именно благодаря героическим действиям погибших моряков. На научно-исследовательском глубоководном аппарате военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах в Баренцевом море возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти. В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека охваченного огня в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности и задраили за ним люк, чтобы не допустить распространение пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили задачу, ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли. Семеро из погибших. Все погибшие офицеры будут представлены государственной наградой. Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова